Сегодня поговорим с вами о вата-доши. Люди этой конституции склонны к заболеваниям нервной системы, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта. Нервная система, с точки зрения аэрведы, отвечает за память, концентрацию, внимание и сон. И сегодня я подробно остановлюсь именно на нервной системе, так как именно с этой проблемой чаще всего ко мне обращаются при дисбалансе вата-доши. Итак, если вы вата-конституции, вам важно следить за своим распорядком дня. Вовремя ложиться спать, вовремя питаться, заниматься дыхательными практиками и медитацией. Конечно же, нужно научиться расслабляться. Все это балансирует вата-дошу и предупреждает развитие преждевременных старческих заболеваний, таких как старческая деменция, болезнь Паргинсона и медленно развивающиеся дегенеративные заболевания нервной системы. Если вы стали замечать, что вам трудно сосредоточиться, вы начинаете дела, но не до конца их доводите, и у вас периодически появляется ощущение бессилия, это говорит о том, что вам необходимо привести в порядок вашу вату-дошу. Для профилактики и предупреждения таких состояний очень важно делать регулярный самомассаж, желательно использовать масло кунжутное или масло маха Нарайна, употреблять травы, которые в ирведе направлены на предупреждение старения мозга, таких как брахми, джетаманси, шанкопушки или же готовый ирведический препарат, который в России зарегистрирован, это препараты равноденствия. Если у вас частые перепады настроения, это говорит о нестабильной нервной системе, что в свою очередь может приводить к нарушениям сна и бодрствования. Сон может стать поверхностным или вообще превратиться в бессонницу. Бессонница ухудшает состояние нервной системы и других систем, и это приводит к быстрому выгоранию, постоянной усталости и различным видам анемии. Главное, перестает работать желудочный, кишечный тракт, нервная система, ну и, конечно же, эндокринная система. Для того, чтобы такие проблемы не возникали, вам важно ложиться спать вовремя, желательно в одно и то же время, не заниматься несколькими проектами одновременно, заниматься только тем, что вам действительно нравится, и регулярно делать самомассаж. Так как люди ватоконституции очень подвижны, даже небольшое количество стресса, изменение образа жизни или несколько бессонных ночей может привести к дисбалансу ватодоши. Стресс влияет на снижение уровня сопротивляемости и устойчивости к внешним факторам, а это может привести к депрессиям и неврозам. Для того, чтобы избежать этого, люди с преобладанием ватой, им нужно включать в свой рацион теплый имбирный чай с кардамоном и гвоздикой, теплое питание, ну и, конечно же, теплую одежду. А в стрессовых ситуациях пить аэридический препарат дыхания Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok